Книга «Открытым оком» 7 тонн. Вопрос 1967. Тема богослужения. «Дьяконы всегда ли были такими немыми и безгласными в храмах и в жизни? А только могли реветь на их тенях? Или когда-то было иначе?» – отвечает Игнатий Тихныч Лапкин. «Были времена, когда и при Ситирам не позволялось в храме слово проповедовать. Деяние 8.4. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Деяние 11.19. Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финики и Кипра, и Антиохии, и никому не проповедуя слово, кроме иудеев. «Но хотя бы и по пустыням враг рассеял людей, и хотя бы тысячекратно связали себя неразумными и вредными обетами и клятами, но и для них Слово Божие является мерилом и судьей в судно и последний день. «Не по их обетам Иегова рассматривает историю нашей жизни, а по Библии». Иоанна 12.48. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил, он но будет судить его в последний день». Матфея 7.21. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Марка 16.15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Псалом 49.16.18. «Грешник жук говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои брошаешь за себя». Жития святых. Викентий, 11 ноября. Отечеством святого Викентия была Испания. Сей святой, еще одни из своих юностей, посвятил себя на служение Богу и, прилежно изучая Божественное Писание, поучался в законе Божьем день и ночь. Он имел премудрого и исполненного добрых дел учителя, блаженного Валерия, епископа в городе Августополе. Сей епископ, видя, что ученик его Викентий благоразумен и благонравен, посвятил его в диакона его и сделал проповедником Слово Божие. Ибо хотя сам он весьма хорошо знал Священное Писание, но, будучи косноязычен, не мог ясно говорить, а посему и поручил своему диакону блаженному Викентию, как человеку достойному, премудрому и ясно говорящему, поучать народ в церкви, проповедуя Слово Божие. Святой Викентий, приняв от своего епископа сие повеление и благословение, не только в церкви, но и на всяком месте, где было для него то удобно, усердно поучал и наставлял народ, указывая путь спасения для души. Продолжение следует... Продолжение следует...